Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. О чем я хочу поговорить? Валентин уже начал. Он уже начал говорить об исходе. И я начну, как бы, местописание возьму, исход 14 глава, 26 по 29 стих. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте. А у вас они есть в телефонах чаще всего. Если нет, это уже плохо. Закачайте. Это есть любые приложения. Все возможные принципы чтения Писания похвальны. Амин. Даже датишники все равно придумали любой способ, чтобы читать в Танах даже через ваш интернет, через ваши телефоны. И молитвы, и сухолоты, и все остальное. Все там есть. Если только хотите. Итак. И сказал Господь Моисею, простри руку твою, как я сейчас, как Ленин на броневике, да? Помните, да? Жилетка в руках. И как Бог говорит Моисею, простри руку свою. А на море и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. Простер Моисей руку свою на море. К утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска Параонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилев прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из руки египтян. Вау! Вы сказали, а к чему это? Поверите своему соседу, посмотрите на него с правой стороны и с левой стороны. Не пугайтесь, не пугайтесь. Это не воды с правой и с левой стороны. Это состояние, которое евреи чувствовали, что это была реальность. Мы сегодня говорим, как будто там мистерия такая. Мы хотим видеть мистическое состояние. Вода и там какой-то китенок плывет. И мы такие, ооо, мы находимся в аквариуме. По имени Исход. Нет, нет, они видели реальность. Как вы видите вашего соседа по правой, по левую руку. И на них это впечатляло. Это ужас, который был. Чтобы вы понимали. Вот вы зашли в море, а там ужас. И не знаете, каким образом вот эта стена стоит. Сзади у тебя враги. С по бокам у тебя состояние беззащитности такой, да? Незащищенности. В любой момент, если ты чихнешь, оно все на тебя разрушится. Поэтому этот ужас, наверное, присутствовал. И нужно было не просто в развалочку идти. И говорит, Шлема, давай быстрее, потихоньку. Видишь, надо было бежать. Нужно было бежать. И вот этот момент очень важно понимать. Тем более, что они уходили из Египта со своим багажом. Не имею в виду, что они забрали у соседа. Тот багаж еще как бы нужно было разобрать. А с теми эмоциями, которые они переживали. С тем страхом и переживанием, которые они и шли. Тем более, когда над ними был усилен надзор, насилие, унижение. Один из примеров. Исход 5 глава, 7 стих. Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича. Как вчера, третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. Сами пойдите, берите себе солому. И где найдете, от работы вашей ничего не убавляться. Вообще-то, как бы, состояние было стресса. И вот эта мысль о том, что было вчера, третьего дня. И там, Бог говорит, подождите, пару недель назад это происходило. Этот стресс они несли с собой на другую сторону Красного моря. Что могли переживать те, кому такие слова сказали? Работайте, работайте и работайте. Мало того, мы вам ничего не даем, а норма остается нормой. Пятилетку за два дня. И все. Многие из нас прошли это в советское время. Но в сущности, что бы мы сказали, когда нам ничего не предоставили, нам нужно было за что-то жить. Что бы, мне скажут, у нас сейчас такое состояние. Нам нужно жить, а ничего не дают. Ни субсидий, ни помощи, ни работы. Хотим работать, но ее нету. Но нужно жить, да? Вот этот стресс, ужас, трагедия, беззаконие. Какие слова бы мы подобрали бы к такому состоянию, когда вас просят делать кирпичи за свой счет. И вам за это ничего не дают. Вот с каким ужасом нужно было переходить это Красное море. Но что бы мы не сказали, и что бы мы вообще о нашей ситуации бы не говорили, о том, что они пережили. Знаете, ученые предполагают, что нет такого состояния, как трагедия. До тех пор, пока мы не пропустим через собственное сожаление, через собственное я. Предполагают ученые, что трагедии так каковой не существует, пока мы обстоятельства или ситуации, в которые мы попали, не проводим через собственное я. Нет травматических событий до тех пор, пока мы их не анализируем таковыми. Один ученый сделал исследование. Он взял 600 детей, которые прошли какие-то особенно страшные события, переживания, эмоциональный стресс. И провел с ним собеседование. И он начал с ними общаться. И он заметил, что дети, пройдя через сложные обстоятельства, которые они переживали, трагедии, которые они переживали, стресс, вышли из собственных обстоятельств, более положительным. Они взяли опыт из трагедии и обратили это в социальный образ, как бы применяемый, что так нужно пройти жизнь и стать частью общества. Вы понимаете, что он сделал? Он сделал то, что как бы многие из нас переживают. Дети, фактически это те, которые на самом деле несут в себе будущее. И каким образом они переживают будущее, таким же образом оно состоится. Это, конечно, не включали туда детей, которые прошли через неблагополучные семьи. Ну, просто те, которые прошли трагедию. И не включали туда детей, которые прошли через военное время. Потому что там еще особенное, как бы, состояние. Но все-таки потенциальная драма или травма психологическая возможно, если мы ее так представим для всех. И я хочу о себе сказать. Когда, или может быть, многие из вас, когда мы были детьми, когда мы нашкодили, что-то сделали, и с нами произошло какое-то трагическое состояние, кто из вас бежал к маме и с папой и кричали, это я сделал. Мы тихо, аша, спокойно, ничего не произошло. Мы в себе это событие закрыли, как будто ничего не бывало. И я спрашиваю себя, а когда мы подросли, что с нами случилось? Нас никто не спрашивает, а мы всем кричим, как плохо мы живем. Нас никто не спрашивает, а мы начинаем истерить о том, в какое состояние мы попали. И вот я хочу, чтобы вы услышали мое сегодня послание. Большинство поэт, причина, по которой мы вообще как бы живем в стрессе, заключается в самих нас. Я поэтому прочитал этот место отрывок из Танаха, из Пятикнижья, для того, чтобы мы немножко рассудили с чем Израиль выходил из Египта и пересекший море красное, с чем они стояли и где им нужно было сделать решение. Как им дальше жить? Со стрессом и той драмой, которую они прошли, унижением, бесчинством, может быть, смертью, которую они пережили там на той стороне. И здесь, где нужно было решаться, куда мы идем, и с каким багажом. В этом исходе, а фактически с побегом, они не просто выходили на прогулку, давайте мы выйдем с Эвенезером, на корабле проплывем немножко, так, три дня. Они выходили оттуда поспешистую, написано, что они бежали на торопях, правда, когда мы делаем Песах, и это было рано утром, до утра ничего не должно было остаться. Рано утром, ребята, закончилось, побежали, бегом отсюда. И все побежали, все, фактически это был побег из рабства. На рассвете рано утром они несли свои проблемы, свое прошлое, свои переживания, свои унижения, свои обзывания, все то, что ужасом и смертью казалось в рабстве. Они уносили из Египта. Рабство оставалось там, но опыт, который они пережили, они несли с собой. Всех тех, кто их унизал, они вспоминали. Те, кто не знали Иосифа, те, кто не понимали, что этот народ вообще избранный Богом, они оставались там, но помнили их имена. Психологически многие из нас могут сопоставить свою жизнь с исходом израильтян из рабства. Многие из нас. Потому что то, что мы переживали в своей жизни, нам нужно выйти из каких-то обстоятельств, прийти в другое место, чтобы быть свободным. И на этом можно сказать аминь, что мы можем сопоставить исход Израиля с собственной жизнью. Каждый из нас это пережил. И все же несравнительно больно каждая жизнь из нас. Мы выносим в нашей жизни те трагедии, те травмы, те психологическое давление, и каждого из нас оно абсолютно разное. Это трагедия. Жизненная трагедия, которую мы несем по жизни. Для некоторых это вообще как бы трагикомедия. С одной стороны трагедия, потом она становится комедией для всех. Поэтому мы еще анекдоты рассказываем друг о друге. Сегодня люди из всякого дела, в которое они попадают, всякую ситуацию, в которое они попадают, делают трагедию, драму. Сегодня я общаюсь с людьми, не опоздал на маршрутку трагедия. Просто трагедия. Там следующая идет буквально там 15 метров, а уже у человека нервы, он уже начинает проклинать ту маршрутку, которая только отъехала, начинает его кричать. Кажется, подожди, потерпи, как сегодня говорил Семенович, подожди, немножко терпения имей. Нет, сегодня у людей из всевозможных ситуаций у них стресс. Начинают волосы выпадать, как у меня. Кто-то сидеет мгновенно, начинает говорить на каждого соседа, чтобы это все из-за тебя. Как в том маленьком рассказе, где мама кричит на ребенка, говорит, твои дела, это вообще абсолютно, ты хочешь добавить мне немножко еще седины на голове? Нельзя так делать, поступать так нельзя. И ребенок смотрит на маму и говорит, а понятно, почему бабушка такая седая. вы понимаете, всякая трагедия, всякая трагедия. Сегодня у людей просто не жизнь, а целый стресс на колесах. Замечали, я со собой замечал одну простую вещь, не знаю, как вы, я замечал, что я еду в машине и без всяких причин начинаю нервно ездить. Вот без всяких причин. Одно дело, когда у тебя есть причина, ты опаздываешь, у тебя какая-то встреча. А вот я замечал с собой, что я еду и начинаю нервно ехать. То есть имеется в виду, пип-пип начинаю соседу впереди, начинаю его подрезать. Иногда Татьяна говорит, послушай, не надо между машинами ехать, мне уже нервы сдают. Пожалуйста, он тебя зажимает с этой стороны, а я еду. Знаете, я понимаю, что это ненормально. беспричина ездить, знаете, как, я не знаю, как сказать это слово, беспричинная езда нервная. Наверное, может, там есть какая-то причина, чтобы поскорее с этих дорог нашего безумного города, что делается с этими машинами, уехать, чтобы больше не нервничать. Но все же это ненормально. Фактически таким же был Израиль, который сбежал из Египта. И уже он, когда ушел из Египта, он не делал ни кирпичей, он не видел этих унижений, побоев, убийства. И он стоял на берегу Красного моря с одним выбором, нести ли это воспоминание собой в обетованную землю, либо оставить это в Египте и вспоминать о нем, как о факте, который Бог освободил. Решение нести с собой этот геволт или как факт, что это было, просто было, вспоминать, что вы были рабами. Просто, что вы были рабами. Никакими вы были рабами. Там не сказано, вспоминать, какие вы были рабы. Вы были рабами, просто все, это все на прошлом. Помните, что вы были рабами? Сбежав из Египта, между прочим, они как бы сбежали оттуда, куда пришли, Добровольно пришли Это еще один, может, наверное, момент для каждого из нас Я вам хочу сказать, вы можете записать себе Что чаще, когда мы сбегаем от обстоятельств, с которыми мы находимся В то место, где нам кажется, неплохо там живется Ну, и там существуется То место становится нашим рабством Замутил, да, наверное? Наверное И тогда верующие люди При небольших потрясениях сбегают в то место, где им кажется неплохим Местом, чтобы так временно где-то что-то так было хорошо И не понимая, что через некоторое время То место, куда они сбежали Из тех проблем, где они были Становятся рабством Из которого нужно не просто уже бежать А нужен Бог, чтобы их туда вытащить Слышите, нет? Жизнь Якова Голод Обстоятельства Да? И они переходят туда, к Египету, где лучше было, все было Но через время Вы сказали, что Бог пророчествовал О том, что они будут 400 лет в рабстве С того момента, как сказано было Аврааму И оттуда Бог выведет Израиль Для того, чтобы создать новый народ Новое будущее Пророчество, чтобы было прообразом Пасхи Пасхального исхода Ишуа, Мессия Избавление Как бы Можно сказать об этом? Да, да Но я хочу сказать другое Если у нас Молодежь Не только у нас вообще Нет вообще как бы Среди верующих Они выросли Среди Семьи, которые Как бы сказать Верующая семья Они не знают Того мира Который Страшный Ужасный Откуда все сбегают Многие Кто был в том мире И приходят к Богу Они не знают его Им кажется, что там так классно Там клево же, правда А дома одиноко Девушки, ребята Они К полном одиночестве Некуда пойти У нас же дискотек нету Тусника нету У нас же нету там же Танец живота где-то сделать Да, такой вот Нету это Ну как бы нету И скучно Ну так скучно Что Знаете Ни с кем пойти никуда Даже в кино Кого-то наших Девушек пригласить Или парня пригласить Это страшно совсем Знаете Боятся все Такие Как-то так И что В этом одиночестве Он думает Пойду туда Где меня примут Приголубят Положат спать Да И кажется Все Нашел Ту девушку Того парня Моей мечты Все Одиночество пропало Тусняк начался Ты немножко Пошли В театр Либо В парк В зоопарк И там И все остальное Проснулся Рано утром И думает Лучше бы я был В одиночестве А уже Надо Бог Чтобы вытащить Оттуда Вы слышите меня Нет о чем я говорю Добровольное Желание Уйти От одиночества Есть верующие Христиане Которые От одиночества Не вовлеченные В благовестие В служение В помощь Другим людям Не знают Вообще Что делать Ищут себе Приключения На голову Да С кем пойти Буду Евангелизировать Алкоголиков И это самое И всех остальных Проституток И все остальное Я таких встречал Которые Чего туда ходишь А вот надо Кому-то Евангелизировать Девушу Которая Легкого поведения Да И понимаешь Что этим людям Уже нужна помощь Они там застряли В том рабстве Которые становятся Для них Потом нужно будет Исход Сильная рука Господня Чтобы вы понимали И Яков Да И все его семейцы Спокойно Сами пошли туда А оттуда Уже нужно было Сильная Крепкая рука Чтобы оттуда выйти Сами не могли Иногда Куда ты Сбежал Намного опаснее Чем там Где ты находишься Вы согласны Со мной Нет Я тоже Так думаю Хотя Для Израиля Это был Выход С Пороческим Будущим Поэтому Куда Бог их Выводит На самом деле Это было Немножко Другое место Они стояли И думали Что делать дальше Знаете Почему думали Что дальше Должно происходить Для каждого Для каждого из нас Намного сложнее Намного сложнее У них до этого Не было Ни десяти заповедей Ни ковчега Ни ответственности Перед всеми остальными Им нужно было Решаться Рабство Это было Своего рода Некоторые действия А когда ты вышел На другую сторону Там нужно Нести Другие Неответственности Больше Чем то Что нам Мы готовы Нести Вообще На другой стороне Больше Чем то Что мы готовы Нести Больше Что мы Вообще Было Это в Египте Как многие Из вас Переживали Нечто Что я Переживал Иногда Я надеюсь Кто-то Переживал Это Сначала Приходишь У тебя Проблема Есть Какая-то Начинаешь Всех Просить Пожалуйста Помолитесь Мне нужна Там Работа Мне нужна Прорыв Какой-то Мне нужно Вот это Другое И все Начинают С тобой Молиться И все Молятся Потом Ты приходишь Через время Начинаешь Аллилуйя Господь Ответил Победа Кто-то Переживал А потом Приходите И говорите Помолись За то Что я Получил Скажите Нет такого Есть Один Из примеров Многие Люди Из-за проблем Которые Ситуации Экономические Ну Вот так Экономические Я не говорю Как бы Давление Потому что Бог сказал Переехать Украиненные Сказать Ой Боже мой Я таких Людей встречаю И мы Рэбэ Есть ли Воля Божия Я хочу Уехать Я сейчас Не критикую Те кто Понимает Четко Что Бог Сказал Это сделать Потому что Надо знать Что делать И Все Все Хочу Ехать Открывается Виза Открывается Возможность И следующее Знаете Что происходит Давайте Помолимся Где жить Чтобы Хорошая была Работа Чтобы дети Никуда не сбежали И Начинается Я говорю Подожди Ты уже Получил Что ты хотел Что ты еще От меня хочешь Чтобы я опять Замолился За эту проблему Которую Ты получил Вы понимаете О чем я говорю Нет Иногда Вот Мы просим У Бога Чтобы Он вышел На нам встречу Он выходит И мы начинаем За эту проблему Опять молиться Вы решитесь Где мы хотим быть Эта драма Иммиграции Она касается Не только Людей В нашей общине В других церквях Но это еще И просьба О том Жениться Или не жениться Ему говоришь Не надо Он говорит Хочу Я говорю Хочешь Бери А потом Он говорит Начат молиться Пасы Помолитесь Не жизнь Лучше бы я Никогда не женился Маешь Что маешь Причем здесь я Просил Получил Понимаете О чем я говорю Нет Иногда Мы Мы хотим А мы Дальше Вопрос все-таки Остается Что ты дальше Хочешь делать Это твоя ответственность Можешь ли ты нести Больше Чем ты просишь Хотя Писание Об этом говорит Да Мне нравятся Израильтяне Они всегда были Жизнеспособными Такими Жизнерадостными Хотя Бог потом Между прочим Господь Как сказать Не По указке Журев Да Так Не Критиковал Не Не Упрекал Спасибо Не Упрекал За то Что были В рабстве И фактически Жизнерадостность Еврейского народа Им конечно Это не Забирать Например Исход Первая глава Почем более Изнуряли его Тем более Он умножался Тем более Возрастал Так что Египтяне Опасались Сынов Израилев Чем больше Давление Тем больше Они жили Чем радостнее Потому что Иметь детей Как бы В слезах Это не Это Я думаю Что это не Это не выход И по-любому Говорю Чем больше Их унижали Тем радостнее Не праздновали Шаббат Тем больше У них было Детей Она Послушайте Надо смотреть На жизнь Можем Другими глазами И потому Египтяне Жестокостью Принуждали Сынов Израиля К работам Чем больше Работы Тем радостнее Было Проводить Шаббат Нормально Да Израилья Были Неунывающим Народом Даже когда Над ними Издевались Заставляли Собирать Солому За свой Счет Это ведь Кирпичи Когда их Били Когда их Унижали Когда они Вообще Ошибались Когда они Выбирали Не ту Сторону Когда они Спорили Когда они Просились Того Чего Не Было В пустыне Когда они Готовили Скинью Носили Собирали Когда они Ходили Сорок лет По пустыне У них Всегда Был Энтузиазм Нормальный Энтузиазм Уже Это Произошло Что Об этом Думать Пошли Дальше Я думаю Что Как верующим Людям Нам нужно Немножко Видеть Дальше Так Многие Из нас Пройдя Непростое Время Каждый Из нас Прошел Непростое Время Если так Взять Для Вашего Спасения Но Вы решились На то Чтобы Прийти В эту Субботу На Собрание Несмотря Что Есть Давление Проблемы Какие-то Ситуации Вы Набрались Смелости Дерзновения Прийти Прославить Бога И кричать И говорить Я больше Твое Дитя Вы Решились Быть В общине А не Бежать Из нее Несмотря На то Что Есть Разногласия С людьми С вашим Соседом Справа Или Слева Несмотря На свою Жену Несмотря На мои Потери Или На мои Успехи Я Не Сдался Врагу Чтобы Он Оно Смеялся Поэтому Я Здесь Легче Всего Уйти Из Общества Реально Но Знаете Чем В пустыне Она Заканчивалась Легли Костьми Только Ушел Неправильно Покакал Назывался Заблудился Бог Всегда С теми Кто Побеждает Мы Не Сдались На Победу Врага Мы Здесь Чтобы Славить Бога Он Достоин Всеслав И Честь И Величие И Я Здесь Нахожусь Потому Что Мне Некуда Больше Идти Аминь И Даже Слова Которые Говорили Ученики Ишуа Симон Говорит Ишуа Такие Слова Господи К Кому Нам Идти Вообще У Тебя Ты Имеешь Глагол Вечная Жизнь Исход Не Просто Идея Избавления От Чего Либо Мы Можем Быть Избавлены От Чего Но Но Это Переход К Нечто Новому Новым Отношением Со Всевышним Не Только От Чего Но Куда Он Нас Избавил И С Богом Есть Интересная Идея Которая Нам Непонятна Как Людям Нам Непонятна Одна Вещь Я Вам Скажу Ее Но Вы Просто Не Удивляйтесь Хорошо Когда Бог Ввел Израиль Из Египта Написано Что Они Могли Пойти Более Коротким Путем Да Можно Было Там Но Бог Повел Их Так Как Он Захотел Мы Иногда Думаем Что Можно Богом Манипулировать Господи Видишь Как Трудно Но Мне Нужно Именно В этом Банке Взять Кредит Почему Потому Что Там Живет Или Там Работает Моя Соседка Ну Я так Примерно Говорю Нам Хочется Чтобы Бог Делал Так Как Мы Хотим Наш Исход Нашим Путем Вот Как Мы Решили Вот Этот Путь И Не Этот Путь А Бог Вот Здесь Выводит Так Как Он Хочет Знаете Самое Странное Что Евреи Согласились С этим Согласились Не Короткий Путь Ну Пойдем Дальше Чуть Чуть Больше На Тысяч Километров Больше Пройдем Что Здесь Сложного Совсем Семь Имущество Которое Мы Забрали Бог Не Позволил Израилю Выбирать Путь Избавления Как Он Это Хочет Но Он Взял Тот Путь Который Он Знает Исайя 55 8 Говорит Мои Мысли Не Ваши Мысли И Ваши Пути Не Мои Говорит Господь Следующее Яков 1 13 И В Меня Искушает Потому Что Бог Не Искушается Злом И Сам Не Искушает Никого Бог Делает То Что Он Хочет И 1 Коринфянам 10 13 Вас Постигло Искушение Не Иное Как Человеческое Верен Бог Который Не Поступит Вам Быть Искушаем Сверх Сил Но При Искушении Даст Облегчение Так Чтобы Вы Могли Перенести Облегчение И Чаще всего Говорим Мы Хотим Получить Облегчение Через Аспирин Да Через Аспирин Мы Хотим Так Как Мы Хотим Для Израиля Наверное Было Самое Страшное Не то Что Нужно Было Идти Долго А Другое Самое Страшное Как И для Многих Из Нас Это Написано Исход 14 Глава Фараон Приблизился И сыны Израиля Глянулись И вот Египтяне Идут За ними Самое Страшное Они Вошли Вот Приходят К морю Дальний Путь К морю Пришли Разбили Лагерь И кажется Все Из Египта Вышли Слава Богу Аллилуйя И вдруг Позади Услышали Колесницы Крики Убей Спасай Бей Кого Спасай Кого Услышали Все Это И кажется Ты Избавился Уже От Египта Избавился От того Что было Там И тебя Опять Преследует Ты В панике И вот Этот момент Очень Интересно И Господь Сказал Моисею Разве Народ Начал Кричать Моисею Разве Нет Гробов В Египте Что ты Привел Нас Умирать В пустыне Что ты Сделал С нами Выведи Выведя Нас Из Египта Что ты Делал Мы вышли А что ты Не мог Просчитать Чтобы Они Там Остались Почему Они Должны Быть Здесь Шум Гвал Гавол Начинается И как бы Как Пастыря Как Служителя Мы вас Не упрашивали Но Имейте Верую Давайте Придем На собрание Давайте Пойдем На молитву Давайте Позовем Богу Давайте Мы Что-то Сделаем Как Община Будем Противостоять Дьявол Как Писание Говорит Давайте Мы будем Иметь Веру И Что бы Ты Не Кричал Людям В этом Шуме Колесниц Врага Мы Перестаем Слышать Голос Пастуха Который Говорит Имейте Веру Подождите Друзья Вы Увидите По-английски Don't care Все Не знаю Не слышу Ничего Не понимаю У меня Проблемы Мы Так В панике В наших обстоятельствах Что Забываем Что Есть Путь Другой Какой Но Моисей Сказал Народу Не бойтесь Стойте И Видите Спасение Господне Которое Он Соделал Вам Ныне Он Соделал Уже Это Завершилось Чтобы Служители Не Говорили Чаще В этой Панике В этом Давлении В этой Беде Которая У нас В этом Геволте Мы Перестаем Слышать Дух Святой Который Внутри Нас Но Мне Нравится 21 Стих Простер Моисей Руку Свою В море И гнал Господь Море Сильным Восточным Ветром Всю Ночь И сделал Море Сушью И Раступились Воды Я Вам Не могу Объяснить Вообще Бога Я Не могу Описать Какой Он Потому что Бога Никто Никогда Никогда Не Видел Его Вообще Хотя Написано Рука Его Ухо Его Да Его Глаза Его Он Глаза Сказать Нечто Что То Что Я Пережил В тех Обстоятельствах Где Я Был Я Знаю Что Только Сверх Естественное Вмешательство Свыше Могло Изменить Эти Обстоятельства Когда Меня Я Умирал Когда Меня Убивали Только Бог Мог Выйти Навстречу Никто Иной Это Как Ветер Который Никто Не Видит Но Действия Его Заметны Здесь Бог Навел Ветер И Его Начали Видеть Бога Который Действует Ветер Не Видно Но Видно Его Действие Господь Свыше Творец Израиля Царь Наш Это Исайя 43 И так Говорит Господь Открывший Море В море Дорогу И В сильных Водах Стизю В сильных Водах Ужас Который Вокруг Нас Где Мы Находимся Бог Хочет Показать Тебе И Мне Выход Я Не Знаю Переживали Либо Эти Чувства Или Нет Потому Что Я Переживаю Иногда Мы Мы Просим О чем Молиться И Ты Не Знаешь О чем Вот Ты Встаешь Рано Утром Ты Думаешь Что Что Происходит А Я Не Знаю Что Происходит Какое Чувство Что Нужна Поддержка Молитвена А Вот Это Чувство Беззащитности Или Что Такое Состояние Я Называю Это Синдром 90 Псалма Написано Там Ужас Ночи Стрелы Летящие Днем Язвы Ходящие Во мраке Заразы Опосточающие В полдень Состояние Что Все Вокруг В один Момент На тебя Надвинулось И ты Не знаешь Что Происходит Кто Переживал От Состояние Все Это Как Давление Которое На Каждом Из Нас Давление Этого Мира Конкретно Это Объяснить Невозможно Как Много Из Нас Переживает Все Это Каждый День Возможно Не каждый День Через Раз Одно Дело Когда Мы Как Народ Который Живет Украине Переживаем Экономические Проблемы Политические Проблемы Иммиграция Или Недостаток Того Другого Треть Мы можем Объяснить Вот так Все А что Делать Когда Ты Лично Переживаешь Утрату Работы И ты Думаешь Боже мой Что делать Дальше Когда Давление Приходит Когда Люди За тебя Молятся Хочу Сказать Одну Вещь Не Пытайтесь Людям Рассказывать Вот То Давление Или Драму Через Которую Вы Проходите Вы Скажите Ну Надо Поделиться Чем Через Что Мы Проходим И Чаще Всего Так Честно Говоря Вот Общее Люди Вас Не Поймут Многие Говорят Ну Я Понимаю Я Сочувствую Если Так В сущности Я Берусь От Себя Когда Мне Люди Говорят О том Через Что Они Проходят Через Какие Трудности Происходят Оно Мне Не Щипает Знаете Чтобы Можно Представить Пока Мы Сами Не Будем Так Даже Если Мы В этом Представили Себя Все Оно Прошло И Поэтому Сочувствие Ожидать Друг От Друга Мы Не Можем Чтобы Тебя Поняли Но Чаще Мы Это Делаем Чтобы К нам Расположились Чтобы Нас Погладили По головке Чтобы Нам Сочувствовали Зажалевали Но Слушайте Внимательно Когда Вы Говорите Через Что Проходите Люди Другие Говорят Чур Слава Богу Я Это Не Прохожу Это Чем Вообще Говорить Об Этому Вы Можете Сказать Конкретно Мне Нужна Поддержка В Работе Мне Нужна Поддержка Моем Здоровье Не Начинайте Делать Драму Начиная От Жмеринки Заезд Такой Дайте Что Произошло 30 лет Назад И Что Произошло Сейчас И Как Оно Приходит Хуже И Сейчас Это Совсем Так Плохо Что Совсем Тяжело Где Наши Деньги Нам Нужно Изменить Нечто Давайте Мы Сегодня Сделаем Следующее То Что Сделал Моисей Бог Сказал Моисею Сделать Нечто Сначала Он Направил Свою Руку В Сторон Море Израиль Израиль Перешел Посух Видя Весь Ужас Как Многие Из Нас Мы Прошли Этот Путь Чудо На самом Деле Не в том Что Мы Проходим А чудо Что Мы Остались Живы Пройдя Эту Ситуацию Что Мы Не Сбежали Мы Никуда Не Покинули Мы Мы Как Бы Еще Живы Я По Себе Считаю Вот Так Когда Был Инфаркт У меня Я Мог Не Пройти Его Если Я Сдался Если Не Было Рядом Татьяны Я Честно Говоря Готов Был Сказать Господи Возьми Мою Душу Но Боялся Не Не То Что Он Заберет И Я Стану А Думаю А Что Ей Делать Я Думаю А С Кем Он Вообще Будет У меня Ревность Небольшая Такая Внутри Нервничать Стал С Кем Она Будет И Сказ Не Сдавайся Это Не Последний Путь Скорой Помощи Услышите Можно Сдаться Чудо В том Что Я Вышел Из Этого Я Прошел Не То Что Я Прохожу А Я Уже Прошел И Каждый Из Нас По Очутив На Той Стороне Должен Решить Одну Вещь Что Сдел Моисей Он Говорит Повернись Обратно Посмотри На Тот Ужас Который Там Бегущих Египтян Которые Хотят Уничтожить Вода Которая Стоит Этим Кошмаром Протяни Свой Посох И Закрой Прошлое Кому Из Вас Захочется Закрыть Прошлое Это Не Значать Что Забыть Услышьте Бог Говорит Ты Помни Что Ты Был Рабом Но Ты Похорони Все Тот Ужас Который Сзади Тебя Многих Из Нас Кошмар Который Сзади Нас Или В Прошлом Мы Так Хочем Его Взять С собой Но Не Стоит Друзья Не Стоит Некоторых Это Нравится По ночам Вспоминать Прошлое Хотел Чтобы мы Час Стали Наши Ноги Возможно Мы Сделаем Что-то Неожиданное Для себя Я Знаю Что Каждого Вера Она Разная У каждого Человека Есть Своё Представление О Боге О Милости Его Благости Его Я бы хотел Тот Опыт Который Вы Пережили С Богом Как он Вас Избавлял От многих Ситуаций Могли Сегодня Представить Еще раз Вспомните То Как он Избавил Вас Может быть От болезней Которые Вас Преследовали Много лет А может Быть Те Привычки Которые У вас Были Может Грех Который Не Оставлял Вас И в Один Момент У вас Было Дерзновение Обратиться К Богу Сегодня Я хотел Чтобы У вас Была Та же Самая Вера Сделать То Что Сделал Мошен Взять Своё Прошлое То Через Что Вы Прошли Возможно Тот Потенциал Который У вас Есть Потенциал Который Еще Не Использованный Посмотреть На Прошлые Ошибки Может Трагедию Может Трагедию Посмотреть И Верой Закрыть Прошлое Под Толщу Божьей Любви Божья Любовь Как Океан Покрывающий Прошлое И Стоя Уже На пути В обитованную Землю Идти Не Брабом А Свободой Помнить Кто Мы Были Но Не Помнить Кем Мы Были Понимаете О чем Я говорю Разница Мы Были Но Мы Не Остались Я Не Раб Греха Я Не Раб Моих Обстоятельств Я Не Раб Своего Состояния Депрессии Помните Я Сказал Драмы Нет Пока Мы Не Пропустим Через Своё Я Мы Молчим От тех Трудностей Которые Мы Переживаем На Этых Драмах Этых Трагедиях Которые Наши Жизнь Пока Не Находится Тот Который Мы Считаем Что Он Может Выслушать И Потом Начинаем Приукрашивать Его Кто Поверь Поверьте Мне 99 Либо Мы Говорим Это Произошло Оно Где Сейчас Со Мной И Оно Там Пучине Если Оно Там В Кампучине Далеко От Нас Что Ты Делаешь С Ним Здесь В Этом Месте Мы Просто Передадим Это Богу Наши Чувства Переживания Мы Сознаны Чтобы Славить Его Благодарить Его Проходя Трудности Знай Что Он С Нами В Жезл Твой Посов Он Ведет Меня И Он Великий Бог Это Время Время Покламения Это Время Передать Ему Вот То Прошлое Чтобы Волна Собоих Сторон Покрыла Мое Прошлое Мое Те Кто Меня Преследует Кто Уничтожит Меня Мои Обстоятельства Мои Ситуации Возможно Это Же Та Проблем Со здоровьем Покроется Потому Что Я Не Боюсь Где Я Нахожусь Сверх Силы Ты Не Даш Это Значит Что В Новом Пути У Меня Есть Привилегия Носить Ковчег Носить Присутствие Божьем Быть Человеком Который Часть Общества Идущего Питованную Землю Я Я Надеюсь Что Это Послание Сегодня Коснется Вас Каждый Год Мы Говорим О Целях Последующего Года Этот Год Для Общин Орхамаши Бетель Двух Общин Которые В Сотружестве Не Являются Исключением Для Нас Следующий Год Это Послание К Евреям 11 Глава 1 Стих Этот Стих Все знают Где Говорится О Надежде Где Говорится О Вере Я Хочу Зачитать Вам Как долго Когда Это Придет Мы Не Знаем Но Мы Уверены В Том Что Это Придет И Мы Говорим О Том Что Еще Невидимое Станет Явным Здесь На Земле И Наши Ожидания В Нашей Вере Они Будут Приводить К Большим Перемен